Что мы знаем про Первую мировую? Ну, помимо показанного в этих двух играх. Что-то вроде газовые атаки там были, че-тан-тан-то и все вот это. Кто-то победил, то ли наши, то ли нет. Вот про вторую мы знаем гораздо больше, чем про первую, да. Поэтому, может, там даже роботы воевали. Ну, вот эти смешные танки же строили, еще бы роботам не участвовать. Была бы там Япония, точно были бы роботы. Я до сих пор считаю, что у них где-то в загашниках стоит целая готовая к бою механическая армия. Вот, смотрите, я одного даже на Google Streets нашел. И думаю, еще много запрятано. Так что поищите-ка других, но только после того, как посмотрите обзор Iron Harvest. Стратегии про Первую мировую с роботами. Есть, в общем, такой польский художник Якуб Розальский, который делал то, что рисовал там всяких пастухов в лугах, крестьян на полях. А потом прифигачивал к ним роботов. Потому что с роботами все становится круче, да. И, в общем, по всяким соцсеточкам эти картины так разлетели, что по их мотивам сперва сбацали на столку, а потом и полноценную РТС. Не без помощи кикстартовых денег. И вот после четырех лет разработки мы получили вот это. Иконки юнитов, которые превращаются в белые квадраты при загрузке карты. Ладно, это мелочь на самом деле, но из них и складываются общие впечатления, помним, да? Бои в этой игре будут вести три вымышленные, но такие знакомые нам нации. Палания, аналог Стронг Польши. Саксония, аналог Германии. И Русовия, аналог России матушки. Вообще не совсем понятно, зачем нужна была вся эта конспирация. Ну да, вы поменяли названия стран на выдуманные. Но при этом у вас присутствует вполне реальный Санкт-Петербург и настоящие исторические личности. Вроде уже мифологизированного Николы Теслы, или, например, императора Николая. А еще тут есть Распутин. В общем-то, в чем заключается главный конфликт сюжетки. И да-да, я понимаю, что эээ, стратегии в основном на мультиплееры скирмиш полагаются, а остальное придачки, я в курсе. Запомните этот тезис, мы к нему непременно вернемся. А пока что про сюжетку. В которой мы, это маленькая польская девочка, которая кидает снежки в других детей. И поскольку все ее сверстники, это клонированные цисгендерные спермобаки, которые не готовы смириться с тем, что они в честном бою проиграли сильной девушке, то просто коварно толпой наваливаются на нее и начинают булить, пока не прибегает брат и не спасает свою младшую сестренку. Это нас так обучают и попутно презентуют главную героиню компании. Будущую Жанну Дарк, которая вместе с ручным медведем будет выкашивать недругов. Которых долго ждать-то и не пришлось. В один день неожиданно приходят русские захватчики и начинают жечь деревню, убивать детей и насиловать скот. Вижу немой вопрос в ваших глазах. Че, опять русофобская игра что ли? Ну, ну, ну где-то на 8 из 10 прошлогодних модерн варфайеров. Поначалу, правда. Потом оказывается, конечно, что как и всегда, это типа не все они злые, а это были очередные люди Баркова. Так что ладно, не надо лишний раз разжигать интернет. Хотя все равно русская сторона тут, наверное, самые мудаки. Пускай они такие кровожадные, как кажется на первый взгляд. Вердамте поланер, вир браухен вашен картофлен цумесен. Ню, нам нужна картошка для водки. Больше водки. Ну и знаете что, не плакать же теперь по этому поводу, правильно? Мудаками быть даже прикольно. Вот, например, в Дюне я всегда любил за Харконенов играть. Пускай они и самые отрицательные там, зато у них есть девастаторы, да? Согласитесь, ну, аргумент же. Если уж выбирать между честью, добротой, любовью и девастатором... Ну, камон. И прям в подтверждение моих слов, тут по факту у России, наверное, самые круто выглядящие роботы. Посмотрите вот на этих польских бедолаг, а? Да это же банка Балтики-девятки на ножках, а? Не то, что русский стальной гигант, ходячая крепость с двумя гигантскими серпами. Да если бы Ленин с такого бы броневика речь толкал, то Советский Союз и сегодня бы существовал еще. Так, о чем это я, кстати, а? Ах, да, сюжетная кампания, действительно. Если отбросить вышесказанное, то на самом деле для стратегии тут весьма неплохой, я бы даже с осторожностью сказал, закрученный сюжет. Есть персонажи с характерами, есть внезапные повороты, интриги, флешбеки и заставки. Коих, во-первых, много, а во-вторых, к моему удивлению, для проекта с Кикстартера они не комиксные, а неплохо так санимированные. Даже с динамикой и эпиком. С choose from С to С to С С Однако их большая продолжительность это по факу, к факту пелена, которая должна скрыть просто чудовищно длинные загрузки карты. По-моему консольный ведьмак на релизе быстрее бегал. Ну и раз уж мы максимально близко подошли к геймплею, то давайте о нём и поговорим. Прежде всего главный вопрос, на который надо ответить. Это стратегия с постройкой базы и производством или одна из тех, где тебе в начале дают пачку юнитов и вот жарься с ними как хочешь? Так вот она всё же из первых, но где-то треть миссии вы будете проводить без базы. Что в принципе для разнообразия пойдёт. В боях тут участвуют две силы, это пехота и техника. Первая в принципе у всех сторон одинаковая, начиная от инженеров рабочих и самых базовых стрелков до огнемётчиков, гранатомётчиков, пулемётчиков. Из уникальных у нации разве что разные виды экзоскелетов и героев, коих не так и много. Подобная универсальность играет на руку одной из интересных местных фишек. Любой отряд может превратиться в отряд другого типа, если подберёт с пола соответствующее снаряжение. Вот вы обычные стрелки, но нашли огнемёт и резко стали куда более смертоносными. Находится оружие либо в ящиках, либо подбирается после погибшего отряда, причём как своего, так и вражеского. В итоге получается можно тактически экономить. Не строить пехоту более высокого ранга, соответственно более дорогую, а просто добывать экипировку прямо на поле боя. Но я скажу больше. Можно вообще не строить пехоту. Потому что есть роботы. И обычно, когда вы развиваетесь до них, то нет смысла производить что-то другое. Ну потому что любой пулемётно-огнемётно-противопехотный шагоход разносит людской отряд за полтора залпа. А тяжеловооружённый, который по логике баланса должен быть силён против техники, но слаб против пехоты, по итогу своим выстрелом раскидывает бедных людишек в разные стороны, пока они поднимаются на ноги, он успевает зарядить ещё раз. И вообще по факту единственные, кто могут хоть как-то противостоять роботам, это гранатомётчики, экзоскелеты-миномётчики и ребята с самоходной пушкой, которую можно или построить, или найти на поле боя и реквизировать. Но опять же это не панацея, потому что вот посмотрите на скорость, с которой они её тащат, а. Да пока они ковыляют до линии фронта, можно Скайрим успеть пройти, а это долго, даже если спидранить. Кстати, у нас на канале есть рубрика про спидраны, а ещё про хорроры и индюшки там всякие, так что пока они тащатся, вы это, подпишитесь, всё равно же делать нечего, да? Но если вы думаете, что только пушки тут долго едут, то, ой, не, нифига, роботы самые тяжёлые тоже ни разу не скоростные здесь. Да, это обусловлено сеттингом, но поверьте, от этих черепаших походов начинаешь скучать уже в миссии на третьей, четвёртой. И если говорить на чистоту, то вот что пехота у всех наций на 90% идентичная, что роботы, если и не одинаковые, то плюс-минус схожие по типажам. Есть лёгкий противопехотный, есть лёгкий противотанковый, есть артиллерия, есть шагающая крепость. Разве что вот эта неказистая самоходная то ли ёлочка, то ли анальная затычка вполне уникальна. Правда, из-за того, скорее, что выпускает на себя машинки из Саус Парка. Ну, те, что мистер Гаррис назобрёл, в которых надо на бутылку сесть, надрачивать двумя руками и заглатывать одновременно. Ну, правда же, похоже. И повторюсь, все эти юниты очень медлительные. Точнее, мелкие побыстрее, но чем массивнее, тем тормозючее. В результате у тебя армия растягивается на всю карту, пока добирается до нужной позиции. И вообще, перед атакой приходится по минуте ждать, пока все подтянутся. Напоминаю, что хоть это и кажется реалистичней, но всё-таки в стратежках мы привыкли к тому, что в угоду балансу и интересу на некоторые такие вещи закрывают глаза. Вот, например, Dawn of War. Что пехота, что огромный танк, все двигаются плюс-минус одинаково. Только особо манёвренные отряды чуть быстрее. Так же и в StarCraft. И в WarCraft. Но даже если решаем оставлять подобный разнобой в скорости, то может стоило хотя бы общую динамику повысить. А то вот ты выдвинулся всей армией за ресурсами, а они тут как в той же Вахе добываются в специальных захватываемых строениях. И вот пока ты прёшь до них два года, внезапно откуда-то с фланга на твою базу нападает отряд компьютера. И ты вынужден опять пилить назад, причём подоспеешься наверное уже, когда там камня на камне не останется. И слышу я уже крик из зала, что можно было оставить часть боевой техники на защиту, а ты нубяра чё зачем всеми пошёл. Как бы так сказать. Во-первых, в игре есть лимит на войска. Но это не так и важно. Важно то, что стоят они дорого. И ресурсы копить на них надо очень долго. Посмотрите, вот 6 нефти в 5 секунд, а надо 120 накопить. Посчитайте сколько это, это больше минуты. Это учитывая начально захваченные добывающие здания, которые даются плюс-минус в компании по дефолту. А те, что вражеские, которые можно захватить, они неплохо охраняются. Поэтому, либо ты идёшь малым отрядом, оставляя часть сил на базе и просто сливаешь этот отряд, потому что он не справится. Либо шагаешь с тем, чем есть, чтобы наверняка захватить, но всегда переживая, что на штаб могут навалиться. Ну либо вообще, я не знаю, просто ждёшь минут 20, пока тех начальных шахт и нефтезаводов накопится достаточно ресурсов, строишь на весь лимит роботов и просто идёшь зачищать ими карту, забив на всё. И я вот не понимаю, почему не сделать какие-то средства быстрого возврата в таком случае. Опять же, в Старике были транспортники, в Третьем Варике свитки телепортации, в той же Вахе всякие десантные капсулы, да и в принципе в этих играх все быстрее бегали, можно было успеть. А тут всё оооочень неторопливо. Поэтому проходить миссии с базой по 40 минут часу это норма. Хотя, может это Яну Бяра, конечно, всегда держите это в голове, пока я тут говорю. И если вы думали, что скорость игры это единственная моя претензия, то нет. Видите ли, да, базу в ней строить можно. Но как бы это сказать, вот мне кажется, что разработчики не особо-то и хотели, чтобы база была. Почему я так думаю? Да потому что тут всего 9 возможных строений. Из которых 2 это укрытие и колючая проволока. Что мне кажется, никто никогда и не использует. А если используют, то вот посмотрите какие они эффективные против самых простых роботов. О, да, польза сразу видна. Защитила пехоту. Моё почтение. Еще 3 здания это просто разные разновидности бункера. То есть по факту просто тиры одного строения. И на остаток минные поля, штаб, казармы и мастерская для робонов. И если учесть, что мины хоть и более полезны, но ближе к колючей проволоке и баррикадам, а штаб нужен просто, чтобы был и обладает минимальными полезными функциями, то у нас остается только 2 полноценно важных строения. И знаете? Как-то… Маловато будет! Да, их можно один раз улучшить, чтобы получить доступ к продвинутым войскам и повысить лимит, но на этом все. Никаких пристроек. Никаких, например, отдельных санитарных пунктов для наема врачей. Ни отдельного ремонтного завода. И, что самое главное, никаких улучшений. Вообще. Помните, вот вы в Старике юнитом прокачивали атаку и броню, батлкрузером открывали пушку Ямато, а вот в Вахе повышали численность отрядов, разблокировали новые стволы и так далее. Вот нифига такого. Вы все время воюете базовыми юнитами и никак их не улучшаете. Соответственно, почти нет каких-то активных тактических скиллов. А значит, и тактика тут плюс-минус одна. Идти в лоб, ну либо, я не знаю, обойти с фланга. Однако против искусственного интеллекта можно и не запариваться. В компании его хотя бы спасает заранее отстроенная инфраструктура. А вот в Скирмише… Оооо. Ну короче, чисто для прикола поставил самого слабого компа. Я на своей территории успел уже захватить все добывающие строения и начал потихоньку роботов клепать. А знаете, какова была его экспансия за это время? Вот. Мне кажется, что если обезьяну посадить за компьютер, она за это время и то больших успехов добилась бы. Да, я понимаю, это легкий комп, с ним все понятно. Средний, да, конечно, поактивней чуть-чуть, но реально чуть-чуть. По факту он тоже почти безобидный. В компании его спасало только то, что ему по скрипту армию давали. Причем настолько палевно, что один раз во время моей финальной атаки у него на базе материализовалось пять отрядов поддержки. Прямо вот на ровном месте. Серьезный геймдизайн, не правда ли? Ну да, да, я понимаю. Че я все завел про битвы с компами-то, а? Да? Это стратегия же, она на мультиплеер ориентирована, да? И вот, знаете, ребята, че-то я с этим не соглашусь, наверное. Во-первых, видно, что на компанию угробили большие силы и деньги. Заставки там нарисовали и все остальное, так что упор уже не обязательно в онлайн. А во-вторых, тут, внимание, приготовьтесь, всего шесть мультиплеерных карт. Шесть карт, Карл. Маловато! Маловато будет! Маловато! И в итоге у нас получается три почти одинаковых стороны конфликта и шесть карт. Да, столько же, сколько фпс было на старте Deadly Premonition 2. И, ну думаю, не стоит объяснять, что это вообще ни в какие ворота. И даже ангажированный народ наиграется в это за неделю. Вот, например, я включил Dark Crusade и сколько там карт. Ну да, можно сказать, что это со временем там столько накопилось и непоказательно, но камон. Даже если разделить это количество на десять, то все равно будет больше, чем тут. Да, разработчики, конечно, хотят добавлять новые поля сражений. За пять недель планируют аж три новые карты. Но, ребят, через пять недель все про эту игру уже забудут. Там всякие вальгалы с Call of Duty и вообще новые консоли. Но даже если отбросить весь этот мейнстрим, на второй день релиза Iron Harvest даже не входило в топ-100 игр Steam по онлайну. А там есть близкая по духу Company of Heroes 2 с семилетней давности. И вот, знаете, все это, мне кажется, уже приговор местному мультиплееру. Вряд ли там в Гоги все играют, честное слово. Можно было бы еще ко многому прикопаться. Почему нету воздушных или морских войск? Почему нельзя юнитам сделать автокаст? Почему медведь спутник героини польской компании, а не русской? Ну вообще, почему у русской героини мало экранного времени? Почему роботы, могущие пройти сквозь дом, не протискиваются в неочевидно узкий проход и вынуждены обходить базу по кругу, ломая все ваши планы? Почему в пререндеренных роликах пропадают голоса? Зачем стратегии, не ориентированной ни разу на стелс, сделать обязательный стелс уровень? Ну и на закуску весь этап с сопровождением ходячего робота Брумхильды. Ой, там отдельного эссета миссия достойно. Можно еще продолжать, но давайте уже к итогу. И так затянул, если честно. Когда я начинал знакомиться с игрой, даже больше скажу, когда только садился писать текст, то думал, что, ну, игра достойно оценки похвальна. Звезд с неба не хватает, но как стратежка вполне пойдет, да и конкурентов нету. Но вот чем больше писал претензий, тем сильнее стал сомневаться в этом выводе. Ведь из достоинств тут только сеттинг, история и в целом неплохое графическое и техническое исполнение. Выйдя эта игра не сейчас, а между Dawn of War и Company of Heroes 2, да ее бы заплевали. Так что по итогу все же проходняк. Ну это как бы хороший проходняк. Типа знаете, такой по скидке ознакомиться с сюжеткой будет даже приятно. Но вот ни разу не за полную цену не стоит она столько, по крайней мере в таком вот ее виде. Где шесть карт, ну серьезно, кто это придумал. И честно, вот после прохождения я бы к этой игре больше, наверное, никогда в своей жизни возвращаться не стал. Лучше Старик 2 обновить в памяти. Он как-то и подинамичней, и миссии там поразнообразней, и мультиплеер жив до сих пор. А на этом все. Помните, что я не стратегический задрот, и это было лишь мое мнение. Просто прощаюсь и оставляю вас с этим неуклюжим шагоходом.